Всем привет! Вы на канале Вербанелс и сегодня будем делать коррекцию вот этих ногтей. Это моя работа, гелевое наращивание. Эти ноготки мы делали на Новый год. На данный момент маникюру 4 недели. Как видите, все хорошо относилось. Наращивание это я делала на нижние формы, стандартное бумажное наращивание, если можно так сказать. Единственное, что в последнее время все чаще использую технику комбинирования акригеля и обычного геля для наращивания. То есть удлинение я делаю при помощи полигеля, выкладываю на форму, а затем уже сам ноготок формирую при помощи конструирующего геля. При этом сочетании материалов получается сделать наращивание гораздо быстрее и вот эти ногти я сделала за 2 часа. Ну что, приступим к коррекции, так что кому интересно, оставайтесь со мной. Клиентка попросила слегка убрать длину, ровно настолько, насколько они отросли, поэтому кукурузкой с красной насечкой на скорости 20 тысяч оборотов слегка убираю длину, немного заужая боковые параллели, формирую снова ноготок. Обязательно сравниваю длину, чтобы ноготочки получились одинаковые. И далее не снижая оборотов, снимаю старое покрытие, убираю толщину. Ноготки относились очень хорошо, нету отслоек, поэтому просто убираю основную массу материала, чтобы ногти при дальнейшем выкладывании остались аккуратные. После снятия материала переворачиваю ручку ладонью вверх, проверяю ноготочки изнутри, смотрю какая там толщина, есть ли ступенька, которую необходимо выпилить. В принципе, у нас ногти тоненькие, поэтому ничего не трогаю, приступаю к опилу формы. Внимательно слежу, чтобы пилка не касалась точек хвоста, нам нужно очень аккуратно работать в этой области. Опиливаю миндаль, придаю форму ногтям именно на этом этапе, так как каждый раз планирую, что буду делать ногти без опила, но полностью сделать без опила у меня их не получается, поэтому все равно придаю форму ногтям, чтобы они были уже аккуратные и ровные, как будто бы уже окончательный результат. Вот так выглядят ноготки после опила, формы и шлифовки поверхности натурального ногтя. Кутикула здесь минимальная, поэтому этот этап маникюра я опущу. Маникюр выполним за кадром, а вернемся к ноготкам. Уже на этапе покрытия. Убираю щеткой пыли, протираю ногти обезжиривателем, наношу бескислотный праймер на зону натурального ногтя, жду пару секунд, когда он выветрится, и наношу грунтовочный слой базы. У меня каучуковая база от Уна. Наношу ее сразу на 4 ногтя одной руки, просушу в лампе 30 секунд, а затем приступаю к работе с большими пальчиками и сушу их отдельно. Коррекцию будем выполнять сегодня при помощи камуфлирующего геля от Cosmo Profi в потрясающем оттенке Milky Pink. Его я сперва наношу тонким слоем на всю поверхность ногтя, аккуратно прокрашиваю зону у кутикулы боковых валиков, формирую тонкую ровную линию, затем набираю капельку материала побольше и формирую ноготок. Кстати, предыдущая работа была тоже выполнена на моделирующем геле от Cosmo Profi, только в камуфлирующем оттенке. Гелями очень довольны, особенно нравится то, как они выравниваются. Переворачиваю ручку ладонью вверх, жду пару секунд, пока материал самовыравняется, снова переворачиваю, проверяю блик и отправляю просохнуть в лампу. На этом этапе работаю с каждым ноготком по отдельности, чтобы материал лег максимально ровно, никуда не убежал и чтобы можно было свести опил к минимуму. Итак, основная работа проделана. Вот так выглядят ноготочки, очень красивый оттенок, я прям влюблена в этот гель. Не возникло никаких сложностей с выравниванием и сами видите, цвет прекрасно лег. Но как бы я не хотела сделать ногти без опила, у меня пока что это полностью сделать не получается, поэтому снимаю липкий слой и произвожу легкий опил по форме, слегка выравниваю поверхность ноготочка, прохожусь у кутикулы, выравниваю боковые стороны и истончаю свободный край. Не забываем проверить правильность опила, переворачиваю ручку ладони от себя и подправляю форму. Ноготок изнутри также выпиливаю, использую твердосплавную фрезу с зеленой насечкой, тоненькую иголочку. Вот что имеем после окончательного опила, мне конечно и так все нравится, но было бы неинтересное видео, поэтому мы будем делать дизайн и сейчас приступаем к выбору цвета. И вот интересный момент попал в кадр, как мы с клиенткой выбираем цвета, решила оставить, мне кажется это интересно подглядеть. Вот так прикладываем ноготочки к руке и смотрим какой цвет нам больше нравится. Но бирюзовый у нас будет не основным цветом, а дополняющим, а основной цвет у нас белый, у меня от Cosmake. Наношу в два тонких слоя, первый слой сразу на несколько ногтей, просушу в лампе 30 секунд, а затем уже вторым слоем выравниваю поверхность ногти, прокрашиваю тонкой кисточкой у кутикулы и боковых валиков. Белые ноготки у нас готовы, поэтому я покрываю их топом, у меня глянцевый топ без липкого слоя, тоже от Cosmake номер 650. А на этих ногтях у нас будет дизайн, сейчас я использую топ без липкого слоя, Cosmake 620, он немного другую консистенцию имеет. Наношу на ноготок, выравниваю, просушиваю 30 секунд в лампе и наношу втирку. Закрепляю втирку стандартным способом, торцы, пыль, без кислотный праймер, топ, просушить в лампе. Если непонятно, то напишите в комментариях под видео, что непонятно, как закреплять втирку, если есть все-таки еще мастера, которые не умеют ее закреплять. В каком-нибудь из следующих видео обязательно уделю этому моменту побольше внимания. Ну а теперь поподробнее про то, почему же я написала название видео, что втирка на новый лад, какой же новый лад и о чем сейчас все говорят. Его суть в том, что втирка наносится вниз, а уже поверх готовой втирки мы выполняем дизайн. Какое же преимущество от этого способа? Все очень просто. Гель-лаком намного легче нарисовать тонкую ровную линию, какую-то геометрию или определенный объект. Это если сравнивать со старым способом, когда мы сначала рисовали топом, сушили, а потом наносили втирку. Но я думаю, стоит попробовать сделать дизайн с втиркой и так, и так, и посмотреть, какой же способ удобен именно вам, потому что у меня, в принципе, и раньше не возникало трудностей при работе с втирками. Но как-то очень уже активно распространились мастер-классы по инстаграму с такими дизайнами, когда втирка идет внизу, поэтому решила попробовать и уже рассудить, как же мне в самой будет легче. На указательном, кстати, большую часть втирки я закрашиваю гель-лаком, но в принципе не жалко. Идея была оставить только небольшой участочек, такой прямоугольник, блестящий, золотистый. Добавляю также акцентным цветом на соседний ноготок еще один прямоугольник. Все это дело просушиваю в лампе и теперь хаотичные брызги гелем-паутинкой. Кстати, не самая удачная паутинка у меня от Global Fashion. Как-то она рвется, не получается сделать длинные тонкие линии, но даже намучившись с ней, в принципе, дизайн получился очень красивым. Паутинку также необходимо зафиксировать в лампе. Я покрываю дизайн топом у меня от Cosmake номер 620. Отправляю в лампу, а акцентные бирюзовые элементы мы решили сделать матовыми, поэтому я их закрашиваю матовым топом. Так, любуемся конечным результатом. Нам очень нравится дизайн, который получился в итоге и вообще тенденция изменения дизайна в сторону минимализма, лаконичности, такой вот простоты очень нравится и мне, и моим клиентам. Хотя иногда хочется пошалить и сделать декор на всех ногтях. Пишите в комментариях свое мнение на этот счет, очень интересно, вызвало конечность и простоту или что-нибудь необычное, креативное на всех ногтях. А у меня на этом все. Всем спасибо, кто поддерживает мой канал. Нажимаю пальчик вверх и оставляю свои комментарии под видео. Всем красивых маникюров и до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok